Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Это видео я сниму буквально одну-две минутки, про вот эти цветы, рядом с которыми я всегда стою. У меня многие спрашивали, что это такое, кто-то догадался, что это петуния. А вот вчера одна зрительница вообще высказала предположение, что это лаватера. Начались споры, ну конечно это петуния, сейчас я подойду. Поэтому она у меня стоит, уже до этого зрители говорили, что это петуния в кашпо. Это как раз та самая петуния, которую я посеяла в конце февраля, которую я показывала, как пикировала на ранних сроках, потому что кот рыжий уронил эти все лотки, она у меня разбилась в фазе двух семидолей. Потом я показывала, как я ее прищипывала. Сейчас я подойду, осторожненько. Она у меня стоит на старом бассейне. Бассейн облупился, не пользуемся и не зная, как его прикрыть. Видите, бассейн старый. Вот такая у нас ситуация, надо ремонтировать. Я вот, чтобы немножко его улучшить, внешний вид замаскировать, поставила... Ой, камера ломается. Поставила сюда эту петунию. Она у меня сильно разрослась. Я, как пчела, кружусь вокруг нее, тут такой запах. Кто выращивает петунию, знает, насколько она ароматная. Вот у меня получилось, они, ну, как в больших таких кашпо, как ведро, как два шара сплошным таким. Я раньше высаживала вокруг дома по 200 с лишним петунией, ну, таких простых немахровых из своих семян, потому что 200 петуний махровых, это слишком дорого выходит. И вот это как раз та петуния, с которой можно собирать семена. Я вот сейчас обычно для большего такого эстетического наслаждения люди убирают вот эти все засохшие штучки, обрезают их или отщипывают, чтобы были только цветы. Но у меня они немножко не очень красивые, потому что я эти засохшие не убираю, я буду собирать семена. Вот это сорт пламя. Но пламя интересное, потому что какие-то здесь прям алого такого цвета, малинового, а какого-то красного, вот классический красный цвет. Ну, тут, короче, смесь, наверное. Соберу их все также вперемешку. Очень понравились они, хорошо, буйно цветут. Ничего, ни одной подкормки еще я не делала. Сильно я за ними не ухаживаю. Сейчас единственное, что в таком периоде можно было бы их еще вот так вот сделать прищипку, пообрезать, видите, начали из общего шара вытягиваться вот эти. Но мне это делать нельзя, потому что я их на семена храню. Поэтому будут расти вот так, немножко неухоженные, немножко лохматенькие. А вообще петунию можно прищипывать весь сезон, для того, чтобы она была шаром, именно вот таким вот кругом, прям. Вот в подвесных кашпо, наверное, видели, когда висит. Вот эти вот, которые из общего строя выбиваются, их можно обрезать, и на этом месте еще будут бутоны вылазить. Ну вот, это петуния. Не уступает петунии тут же перец декоративный, он у меня тоже шаром, и цветов не меньше, чем на петунии. Не знаю, это кошмар, если его посчитать, тут, наверное, тысячи вот этих маленьких плодиков, они уже все завязались. Это я вам говорила, помните, показывала, когда подкармливала, он был желтый, это же перец второгодний, который я обрезала вообще почти по корень. И вот он дал новые вот эти побеги в большом количестве. Он стал намного гуще, чем в том году, и ему не хватало там питательных веществ, я его подкармливала. Но петуния еще ничего не делала. Все, до свидания. Вот это не лаватера, а петуния. А издалека, скорее всего, может быть и похоже. Но лаватера, она более высокая, ее так не прищепнешь, она же по высоте превосходит петунию. И если ее прищепнешь, она уже куститься не будет, как петуния. Во, моя ассистентка пришла. Сейчас, подержи. Надюша, иди покажи мордочку. О, по-моему, да! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok